господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 341 события дня иакова 4 4 прелюбодеи прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога и так кто хочет быть другом мира тот становится врагом богу вот интересно когда люди читали это и когда он писал какой интонация это было сказано той елейности которые сегодня это особенно сектанты и священники они начинают ласкательством павел говорит у нас не было ласкательства перед вами я знаю что это ласкательство ложь фальшь пока их не трогаешь ну про православных понятно они могут кинуться драться там старообрядцы мгновенно бросаются драться ударить чем-то может быть ну еще спрашивать старообрядец был иван грозный он только мысль придет и какая-то что ему кажется против уже убивает вот маловузовская 3 это центр баптизма в москве брата вы откуда будете там салтаях салтает привет передавайте стоят вокруг меня там специально есть смотрители это хорошо ну вот я стал кончилось уже у них богослужение я стал говорить о боге они видят а я православный они мне как потурили оттуда то но я вышел они на улицу вышли меня с улицы гонят на улице там у них заходишь как я на ту сторону улицы перешел ну та сторона улицы ну явно нет они никаких они туда кинулись я гранит а та сторона улицы принадлежит государству не вам вы-то арендуете помещение тогда не было счастны чтобы хотя они бы и построили сами то есть такую свирепость показывают а только сейчас же вы брат дорогой там братец там не знаю называли только братаном не называли это лучше бывает вот приезжает здесь вадим бутов профессор и этих адвентистов седьмого дня заокская академия настолько они ласковые настолько хорошие но вот и мы пришли сюда они выкупили платили по сто тысяч за каждый день дворе спорта и отовсюду люди приезжали говорили вот он выйдет вот такие люди вы такая у вас погода тут хорошая ну льстит стоит прямо из себя но вот коснулась что наши люди приходим и даже святой водой вокруг обкрапели там говорили и тогда были вот такие вот написано наш сайт у нас кроме сайта то ничего не было они прям из рук вырывали ходили мы от купили так мы далеко совсем там уже улицы никакого отношения к дворцу спорта не имеют они специально людей таких послали чтобы никто им не мешал здесь людей соблазнять эти везде а ты должен быть спокойно даже не так ну выйди поговорю узнай не без разговора не разговаривали и когда у баптиста был молодежь внимает просто слушает и старый пришел на и правильно молодежь куда она уйдет они дали слово побеседовать а он сразу начал препятствовать и молодежь крепкая такая она ему сразу перестань то другое помню 32 что ли человеку у них прислушались к этому понимаете как вот везде вот это вот это прелюбодеи прелюбодейцев какой интонация сказать какое отношение имеет имеет своими именами надо назвать прелюбодеи ушли от церкви церковь мать церковь невеста христова прелюбодействует на стороне вот меня здесь приглашают какие-то общие пятничные молитвы устроили новая жизнь это секта разные называется динаминации конфессии нет этих слов нигде этими словами заменили закрыли закамуфлировали слова ересь динаминация демонизация вот поговорили все но мы сейчас будем молиться а я знаю они там троицу не признают мы сразу вышли в коридор повернулись в другую сторону восток стали молиться они опешили никогда такого не было кто не приходил а почему я гранам с нами с вами с вами с еретиками молиться нельзя вы троицу не признаете я не могу сказать аминь если баптисты говорят молятся я могу они молятся правильные не молиться ну допустим баптистов нету здесь баптисты насчитали и молитва звучит очень наш и что я сказал ой это баптистский язык насчитал нельзя такими быть болванами то мозги то как картонная а что вот начинает испытывать а вот вы будь президентом какие бы законы вот издали группе закон бы издал самый простой убрать все эти лежащие полицейские дети надолбы сделали потому что я проехал от Владивостока по стране и сколько раз всю страну один раз вышли зараза какая про не могу ничего сделать дерутся вы заходили один раз в польшу один раз заходили мы через украину другой раз ходили через грузию то есть я дороги эти знаю везде и везде притом далеко за городом милицейский пункт днем они ставят и чтобы машины остановить они а люди то не видят ночью там же нет свету как бросит машина грохнулась а что а вот это вот они надо было снести в один день рассветать кто это сделал дети написано дети что меньше детей стали давить они сами стреляются да разве этим спасешь детей это никогда в россии не было из-за границы тащит всю эту мерзость дети дети спят а машина ночью идут их нет детей школа закрыта темнота ночью едут и везде вот там где-то школа где-то если тут бабка ходит аннушка масло купить надо растительного и вот лежи сделали такие ужас какой-то это первое чтобы сделал убрать а в церковном плане ну я уже говорил будь патриархом но теперь маленькая корректива вношу первое чтобы сделал указом ликвидировать все миссионерские отделы это гнездилище самого мрака заблуждений это железобетонные мозги каменные сердца людей туда собираются они ничего не понимают миссия принадлежит только духу святому и поэтому если думаешь быть миссионером тебе нужно молиться молиться день и ночь а какие отдела тогда благовестнические можно проповеднические но не миссионерские можно научить проповедовать школа такая показывает восхождение дьявола про гитлера как он учится там руки поднять как скинуть это можно научиться он проповедник как говорят харизматическая личность можно а и благовесие можно научить рассказывать бывает говорит за рубежом проповедников нет он этом за деньги нанимает из другого сообщества и он говорит о христе правильно а бывает артист веры то никакой нету веры нет она не трогает она мертва миссия это труд духа святого и только по двое 22 если одинаково они молятся не три а два человека тут отдел узнают где-то сколько встречался это даже высказать нельзя они совершенно не разбираются в духовном ничего не видят нет сострадания он может плачет человек это лицемер вот у нас сестра все выгнана выгната была стоит на улице в улице сама виновата то есть это легко так чувствует власть им власти никакой нельзя давать эти люди должны быть призваны к покаянию сколько зла принесли вот чтобы я сделал а почему об этом говорите а кто это написал яков почему якова послание не 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 возлюбил лютер мартин лютер почему потому что он прелюбодеи вот богу дал обещание монах а женился на монашке шесть детей нажил прелюбодея на семя шесть детей до кого против монашек то я всегда за монашество то есть один хорошо остаться одному для бога служить тогда у тебя духовное чадо будет а не эти которых ты кормишь и не знаешь где они будут что они будут эти дети плотские это везде в мире любой может бандит иметь и вор в законе теперь у них другие законы может жениться духовное сейчас я по этому говорю прелюбодеи прелюбодейся вот вникните в это вот я сколько вторую неделю тоже выставляю две недели я говорю когда вел занятия в техническом университете это двадцать одна тысяча студентов приходили люди ну и что ничего мы всегда начинали иконы выставлю сначала там где-то доска у них аудитория 420 корпус в улице деметрова город барнаул иконы начинали молиться читать петь молитву царю небесной правильно правильно и дальше я говорил проповедь вступительная часть двухчасовое занятие без перерыва было потом стали перерыв делать царю небесное объяснять я 60 проповедей сказал царю небесный утешителю души истины и же везде стри и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю при идее вселись овны и очистены от всякие скверные спаси блаже души наши вот 60 проповедей я бы их потерял все но один человек ходил и все время записывал и куда-то уезжал две коробки принес кассет кассетные магнитофоны где-то лежат у меня 60 ни одна не повторяется слову сказать без повторов а почему надо быть внимательной миссия а чего вы говорите о себе о ком я буду говорить ну найдите кто 60 проповедей сказал на эту тему тут не хватит самого самого речистого почему дух открывает вот я в новосибирске был когда в школах бываю ну они делали два-три класса в один класс сгоняют там парты поставят сидят три этажа учащиеся с парта на парту и я вступительное слово говорю и ходила завуч правильно ли я говорю и она потом и говорит как это можно так я сама уже сколько лет в школе работаю такого и вы все время делаете вступительное это я поняла хорошо но везде все разное так если бы другие класса были на другие хватит и сколько у вас вступительных игры сколько классов ну допустим 100 100 разных проповедей вступительные будет на как вы выбираете тему глазами я зашел в класс висят две картины рембрандта висит и николай г я сразу начинаю говорить об этом зашел написано экономика должна быть эконом значит я об экономии говорю зашел литературный класс они там отцы и дети тургенева я начал говорить об отцах и детям тут очень просто когда ты не один а в тандеме от как я 68 школе здесь директор заслуженный учитель российской федерации торшин виктор иван говорит считает тургенева я от объясняю во свете библии вот это занятие поэтому нужно молить бога чтобы выслал делатели на жатву он высылает делатели а не то что я решил в семинарию поступить семинарии академии нужно только для одного уметь защитить любое беззаконие любые отступления церковные что неправильно крестим это ничего благодать благодатью обольщает люди все благодать любое безумие благодать слово благодать везде а противник прелесть гордыня все больше ничего нету деревянные картонные мозги не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога меня священник попросил у него печку отремонтирует печни топится ремонтирую у него двое ребятишек я мог и называть бы их но москвич у нас здесь был барнауле его тесто приехал ребенка качает икону под иконами сидит ребенок на коленях он сидит его поет громко за власть советов и как один умрем в борьбе за это ну ну понятно что обстановка не религиозная так на как она ему условия ставит ты мне даже так вырывается назвать его по имени люстру эту купи там такая люстра и в театр пойдем иначе я церковь ходить не буду матушка ну вот и все ну какой он проповедник а хороший сам по себе хороший хороший но безобидный ласковый бабушки там зацеловали его вот бабушки особенно любят когда приезжают к ним и есть где потрудиться где потрудиться тощий священник и вот проходит полгода его раздувает он уже пухленький вот приехал совсем прям никакой сейчас он такой да ложка тепленькая такая пухленькая это бабушки говорят но это конечно хорошо что батюшка справный на работу так он на работу то не идет никуда у него другие мысли он и романах и показывает стоит с женой с детишками тоже на красе у нас горит зоя крахмальника говорилось епископ не женатый это уже событие ну вот прерывание прерывание с вот понимаете сколько везде есть то становится врагом богу я говорю события за 17 вчера 17 вот и еще четыре места прочитайте которые против мира почему нас мир гонит вот эти места по четыре места нужно заучить наизусть их можно даже отделить друг от друга так чтобы не путали четыре места заучите наизусть запишите ну и дальше вот какие посмотреть вот посвящается всем ушедшим из православной церкви вот это вот ушли дальше они православия не знали они вы не знали я еще не встречал ни одного человека которого поистине знал православную веру как должно истинно верил в это и пошел бы куда-то искать то куда искать когда такое сокровище такие столы накрыто и ты пошел бы крошки под чужими столами заблеванные столы там облизывать ну вот путь благовестника вот так контуром нажмите нижний край его кнопочку воздействия держите и курсором наведите щелкните левая она сразу откроется наша вера православная это наши беседы с сергеем козловым вчера день был для меня необычный позавчера после обеда вдруг у меня нога заболела тут взъем ноги ну сидя ступня в этом месте задеть нельзя ступить нельзя тут подумали тромб вчера меня увезли в краевую больницу и там такое оборудование никогда не видал видимо там мили они миллиона миллиарды вложили и как меня раздевали или не там мазали слушали все сосуды проверили везде все оказалось ничего нигде нету вот что удивительная сидел занимался вот позавчера издруг вставать нога не становится как будто там кости кто-то раздробил иголками их проткнул вообще даже поднять ногу нельзя вот одно место всего на три пальца примерно ширина вот это место ну как это так и припухла нога и красная тут они меня все смотрят ничего не этого рентген двора заснимали ничего нету повели там ну к важным людям я даже встречался там с профессором с доктором медицинских наук долженко дмитрий андреевич он и операцию когда-то делал мы сфотографировались я тут выставил фотографию но не осматривала другие там и мочу там и еще так из меня не брали вчера и кровь и точную картину не видят но везде написали все благополучно ничего нету давление нормальное давление температура абсолютно нормально как куда-то 18 лет мне вот чудо божье ничего нету я маленько там уже стал наступать приехал домой чуть-чуть потом сел за компьютер встал как будто никогда не болело то есть фактически я болел полдня мы ролик вообще никаких признаков не не никак не вот стою на эту ногу который тупить нельзя на ней прыгаю хожу прям садился тронуть нельзя что это такое звонок это все сигналы это смерти трубы приготовиться но дальше обнаружится как молится узнали притом узнали я никому не сообщал вот что ну сообщал там один который близко позвонила страта своим а тех не предупредила те другим но неплохо и везде 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 и за границей везде пошли такие сведения сейчас прочитаю немножко вот один пишет мир вам игнатий тихонович как ваши ноги я так расстроилась простите меня за все особенно за лагерь я готовлюсь к крещению уже два года можно вам сегодня по skype позвонить в один час у вас самый лучший в мире лагерь но это в один час вот а дальше это надо с большой букву было но я тоже не знаю как большие буквы делать на смс самый лучший в мире лагерь аминь я отвечаю так что позвонить можно тогда то тогда то с двух до 17 по московскому времени можно звонить предварительно здесь запросив свободен ли буду это для всех смотри хорошо ли видно так она отвечает дорогой игнатий тихонович настенька только уснула вы наверно заняты храни вас христос вы нам очень дороги если можно позвоню сегодня человек что пишет тут и за этим скрыто что там было в слова против лагеря проходит время ну сказала и сказала сказал и господь так делает она говорит вот когда время было по карточкам все это время там уже я не знаю вещи конца конце брежневского правления плотной уже подходили перестройки и он говорит жить я нету соседка пакости делает всякие то в прольет что-то перед этому надо ты подари еще нибудь а еще тогда мыло не было она хозяйственное мыло принесла это мне дали на работе там ничего нету было хозяйственное то кусок мыло то она расположилась соседкой дружить стали от нас тоже кое-что зависит но если бы был рядом дело другое дальше елена морозова я не знаю даже не встречался мир вам их гнать и тихо ночи обеспокоена вашей болезнью хочу дать проверенный рецепт для восстановления кровообращения в ногах и против варикоза в горячей воде заварить как на чай горсть острого красного перца настоять три минуты попробовать чтобы сильно не жгло и выливайте в таз и ставьте него ноги оборачивайте их одеялом и сидите в этой ванночке пока остынет здорово конечно сидеть в баночке ноги будет ну не знаю хватит ли терпения одновременно принимайте горящий чай с этим же отваром рецепт проверен моментально восстанавливает кровообращение убирает тромбы но нету тромбов то все проверили нету и даже признаков нету обойдетесь без хирургии больницы это рецепт от врача с многолетней практикой и нужно обеспечить ногам вертикальное положение вам сразу станет легче с любовью к вам ваша ученица даже понятия не имею с какой страны откуда дальше галина влезька это врач но кузнецк я открыто некоторые говорю о других я не боюсь этих людей тех которые не другие наши узнают кто находит и начинают просто помоями ушатыми ваннами реками заливает грязью своим смердящим духом благодарим бога за надежду о добрым вашем здравии слава иисусу христу бог в помощь давай вот просят что сестра благословитель печь начинает проспоры проспоры и просят благословения ну чё я сказал благословитель да как вы еще священник и священник но мы близкие и поэтому она доверяет думаю об обострении артроза голеностопного сустава возможно от бывшего переохлаждения болея сустава реагирует на погодное понижение температуры рада что бог даровал вам улучшение да не то что улучшение прям полное исцеление одевайте с лечебной целью носки собачьего пуха да простят меня коллеги врачи стопы сейчас должны быть в тепле благодать господа нашего иисуса христа да пребывает на век на всех вас братья вот пожалуйста марьясов александр мир вам дорогой игнатий тихоныч трудно наверное посчитать сколько людей молится по вам и братьям и как по общине потеряевской так и по общине барнаульской ведь благодаря всем вам а вернее показанным без всяких прекрас вашему образу жизни и любви к спасителю нашему многие стали другими многие ушли от того что вредит нашему спасению вот ролики совсем незначительные люди на них останавливаются вот я был в тюрьме и один обратился там заместитель директора одного бийского реткин владимир прокопьевич и нас сразу из камеры чтобы других то не заражали отдельно и там худшая темная а нам это только и надо подпольная только маленькая решетка кверху но мы двое только снимем я ему рассказываю кое-что я говорю мы детском лагере малину брали все даже набрать хотя бы кружку потом с молоком дети любят а по ребятишки подошли а тут как бы идет ну небольшая метр на на 3 колея клена растут а малина потом и дальше туда идет на той стороне ребятишки раз разошлись и они говорят а вот такой то горит он не берет ягода только ест я потихоньку тогда не не подходите туда я подошел внизу так беру ягод и приблизился к нему а вот ягодку берет святые божьи в ягодку в рот святые крепкие в рот святые бессмертные в рот я потихоньку опять назад отошел и подошел он берет ягоду он очень хорошо ее берет вот ну и володы то этому рассказываю в камере то я ничего особенного то здесь то его подвергло просто не не знаю что вот он ходит а там скамейки но столы все приковано в камере то и он разулся и по скамейке ходит как петух по на сесту то отец игнатий это как же так то да святые божьи ребенок ходит поет а мои то какие они злые как звереныши дерутся между собой ребятишки то опять полотенца повешал и ходит слезы утирают у него слезы ручками плашные слова святые божьи ягода володя ты теперь нас опять рассадят с тобой то они же в глазок то смотрят то и когда идешь чтобы направление такая так двери то ну не утирайся хотя бы он давай посетить а живот как пузырь подушка привит вот первый раз я увидел что значит а то у меня там начинает диабет двойной обед диабет и он чашку то достали ему простой он возьмет пустую сидит вроде бы если там где-то не видно где-то а эту туда а когда они отойдут от глазка то за нами наблюдали очень сильно он ее в туалет и прости меня господи пускай рыбки едят неделя прошла у него живота на половину почти больше нету еще маленько и все ушло как будто не было вот чудо какое не не подкладывает туда да притом не спал он переписывал что я писал стихи себе новый завет начал переписывать он такая мозоль вздулась а на палец производственная травма отец игнатий производственная травма вот я попутал все это говорю вот в образ жизни вот мы показываем как утром стоим молимся и теперь для многих священное писание то есть святая библия стала повседневной книгой чтение и исследования да игнатий тихонович ваша болезнь немного огорчает всех но мы-то знаем что вы искренне принимаете все так чтобы оно не было все от господа да и у нас всех с вами есть жизненный пример это брат во христе для кого каждый день образно говоря похож на страдания праведного его сергей козлов парализованный во славу божию я так и считаю сильно так мы не забываем по вас молиться а вы старайтесь не хворать не по вас а везде потом где впереди написано о вас о дорогой мой человек да пребудет на вас милость божия теперь на него нападают и сатаной и как угодно могут назвать валентина пивень украина белая церковь много мира божьего для вас игнатий тихоныч со всем уважением к вам благодарю бога что он исцеляет вас и благословляет жизнью завтра после вашего пробуждения ни свет ни заря и после утреннего правила вы увидите мое сообщение просьбу запишите видео то есть ролик составьте с вашей возлюбленной богом надеждой васильевной на тему ее женских скорбей души испытания веры чувств и в ситуациях подобных той когда ваша нога вдруг отекла вспухла и болезненно реагировал на процесс ходьбы чувстве ее радости и благодарности богу за современную и быструю помощь и минуту испытания тема видео подобно такой бог в жизни надежды васильевны вчера сегодня завтра и во веки тот же и тем назначили и все по другим то роликом это уже можно видеть уже сказано не знаю я даже примусь или нет я пишу когда книги отсылаем вчера то отослали сразу два места и пишу номер почтового идентификатора для слежения за передвижение вашей посылки такой-то отследить отправление можно на сайте такой-то по номеру почтового идентификатора срок определения претензий 6 месяцев некоторые говорят так вот сказали номер сейчас а чего не сделают ну чего трясетесь ничего не сделают вот она сама вышла спасибо спасибо игновам игнатий тихонович деньги вышли 20 ноября а сегодня уже 18 очень вам благодарна слушая ваши видео спасибо вам за ваш труд и за ваше горящее сердце анна никогда не встречались она выписывает книги и вот я послал знакомства и предостережения вот вчера один это ночью мне прислал николай астахов вот послушайте игнатий тихонов здравствуйте слежу за вашим каналом с мая 16 года благодарю за возможность слышания хочу предостеречь вас от возможных манипуляций с вашей кредитной картой в вашем видео вы наше письмо считаем и всеми человеками 2 коринфянам от 1 ноября 16 года виден трехзначный код вот он показывает где и как все карты имеют трехзначный такой такой безопасности на обратной стороне он используется для подтверждения ваших электронных платежей защиты от мошенничества при наличии личных данных и номера карты и трехзначного кода в интернете можно приобрести любой товар но как же там номер надо набирать когда не знаю как набирать а подходит там служащий он всегда голову отвернет но наберите наберите а сам голову отворачивает но как они да нет да там все у меня копейки нашел какой-то альтернативный канал а за главный вашим именем вот он тоже я посмотрел ну еще я могу сделать на нашим именем одни хотят распространить другое да я не одним встречал за границы нашим именем и прям подряд все свои но это без критики без всего ролики забирает а теперь не хватает видео по темам как я тоже лишь там про надежду а тут каналы которые вы смотрите некий обзор того что вы считаете душу полезным программы которые вы используете для работы с компьютером я не могу ответить ни один вопрос а здоровье возможно какая-то утренняя зарядка питания температура в комнате при которой вы работаете работаете это у нас уже неоднократно было показано как мы работаем вот какая температура и спите все заснято это уже есть отдельно как мы завтракаем что на еду в лагере это все у нас есть самоорганизация усердие в молитве борьба с вредными привычками формирование правильных привычек это тоже есть многократно у нас примерно сейчас пять тысяч девятьсот роликов примерно я на этой цифре остановились там подсчет система до трех тысяч считает а потом не считаете разными манипуляциями все-таки нашел сколько примерно а то до точности до одного было так что там все есть список избранной литературы фильмов о воде записи с некими комментарии тоже есть неважно недавно видно недавно да это недавно недавно слышал по радио интервью православного батюшки который своим послушником постоянно показывает фильмы рассматривали с точки зрения православия например было интересно ушли про фильм день сурка с белым бюреем в главной роли которые рассмотрели с точки зрения пути христианина нет я не так рассматриваю допустим мне стали фильм давать дивергент я не буду комментировать фильм и римея или есть фирь или уны бен гур или камагридеши эти фильмы их чисто христианские а вот такие фильмы которые как бы не относятся прямо христианским я легенда я даю разбор его это заказной фильм вот эта дивергенда разобрала мне это матрицу еще до конца крайне будет матрица уже отец андрей кураев там разобрал по-своему я рассматриваю во свете библии как библия говорит сравниваю благодарю сейчас смотрю серию виде записи сретенской духовной академии вот так я остановлю рекомендую посмотреть посмотрите что тормозите прислушайте я уже смотреть еще не буду у меня и времени то вот посмотрите тормозите и все дальше нажмите контур и потом курсор наберите сразу туда выброситься вот и вот это с уважаем николай астахов николай все показал как мог николай андриянов у нас андрияшин лог тот андриянов андрияшин есть спаси бог дедушка и низкий вам поклон за то что вы воскресательный знак отвлекающий силу врага на себя это абсолютно точно те враги которые вокруг меня крутятся которые безумцы то это время не в другом месте не могут творить зло я все время отвлекаю я стою у дверей это самое вредное место тут жар тут холодно всех не угодишь я всегда в церкви стоял на пороге так благословите меня для войны для последнего страшного дела это строчки которые виктор поет из моего стихотворения мы показать наши ресурсы вот здесь мой мир вот здесь я просто в шапке а там есть и другие еще страницы на тех связи у меня нету там модераторы работают администрация вот сюда можно писать вот здесь у нас 20 тысяч пятьсот пятьдесят пять наши фотографии ну где вот я смотрю где и все там чужие берут где-то той зверюшки того это свои именно свои и свои видео четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть это только суда я перенес свои видео свои но я не знаю такого ресурса чтобы столько было нету я думаю что и нету это слишком большой огромный просто огромный материал дальше вот наш форум как удобно им пользоваться все скрыто ничего нету одновременно на первую страницу по темам как говорится по папкам легко заходить легко регистрироваться но это делали профессионалов я сам ничего не разбираюсь во свете библии вот она высвечивается вот только нажмите новое сообщение вы зашли дальше по этой же строке вот под храмом общий поиск нажмите вот я допустим показываю я нажал его сразу выскакивает рамка вот она рамка зарядите мне что вам уже и на энэн чип патриарх ну что угодно и сразу оттуда выйдет но тут я могу вернуться назад 1603 тема вот опять кто-то зашел вот тут старик между собой новая пути вот тут вопросы одни тут 3684 ответа 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 мои это только по одной тематике а их 1600 и посетителей 146 407 по одной теме но это самая большая ну это много ну и дальше у нас видеоканал вот он примерно примерно 5900 роликов вот сегодня я опять выставил летом 4 месяца были там и на каждый день приходилось почти ровно по 6 роликов материал огромный просто мы даем поэтому составлять отдельно вот она идет сегодня тут события дня тут тоже были 200 это все сигналы вот я поставил 2 день назад 782 посещения это для нас большая цифра у нас клиенты те которые посетители тоже постоянно не так что зашел магазин открыл ушел там бывает миллион миллионы я вижу даже есть миллионы но они ничем не интересуются я могу даже называть говорят комментируют события на украине там гляжу анатолий шаре я к нему ничего не имею просто сказать сотни тысяч каждый день заходят они уходят они не меняются у нас идет работа над душами во свете библии он просто события комментирует по-своему правильно неправильно там я не смотрю никак меня всегда удивляет когда говорят они вот так вот делает когда-то это хотят усилить или что-то для чего они так делают о зачем лицо искажает вот это такое что по скайпу звонил ильин сергей только что сергей по скайпу звонил ильин да ты что ноу сбросил вот это вот на на сообщение вам прислал чтобы прочитали ну-ка им сейчас посмотрим сергей ильин вот подождать надо я бы сказал гнати не там ему сказал ничего сейчас закончили сразу запишем он маленечко этот может быть даже 6 я ему сказал ну и тут что у нас еще я не показал наш ресурс постоянный это наш православный библейский сайт во свете библии очень и очень богатый вот сюда заходите и смотрите благодарю всех кто молился по нашим роликам я все показал документы которые вчера мне дали еще не все больницы везде здоров здоров но и припухлость ноги показали а причину не могли определить или я ударился не ударился подвихнули не видно не было я считаю это просто ангел показал мне будь внимателен и сразу убрал полдня фактически только была боль а дальше уже начала затихать спал нормальные краевая больница очень известная там такие профессора доктора наука и тоже смотрят другой раз и не могут определить у меня тело очень реагирует на разные изменения вот когда врачи смотрят спина и на спине берут и так маленько щиркнуть чем-то там чтобы посмотреть рядом она как огонь вспыхает а что такое понятия не имеют у меня глаз попадала старинка врачи выворачивать выворачивает там ресницы прямо отрывает а что за глаз у вас такой строгий глаз неприкасаемый и вот я сходил мне не укола не делали они таблеток я два раза звонил у меня ущерб за эти дни 10 рублей вот 10 трубе это два раза я позвонил врачу нашему чтобы не издумай покупать лекарства я в рот не возьму ни мази ничего не бери я на бога надеюсь аса был болен ногами говорит и взыскал врачей они господа я взыскал врачей в господи и нам не запрещено это я вчера это все выставил материалы потому что выглядит за все если обращаясь к врачам а ты на бога не надеешься я молюсь все время врачи меня обследовать а я лежу и молюсь и молюсь как это нет я всем обвизитки там дал вот и два раза позвонил я никогда не звонил кому надо мне звонят а телефон мне подарили у меня нет ничего совершенно это мой образ жизни у меня что есть это то что сделано своими руками телефон незнакомый предприниматель поставил заплатил компьютер мне купили за интернет за меня платят и часто бывает не знаю вот телефон поехал я допустим у меня ну сколько 100 рублей лежу опять больше сейчас уже 800 пока 4 место потеряйки был вернулся 8 с лишним тысяч на телефон или за книги я не знаю ничего тогда я кому-то отдаю кто может снимать у кого там ребятишек много или больной там они сами снимают и опять мне его обезденеживают телефон и в этом ничего я не вижу а вы говорите ну а как будете знать не звоню никогда и кто звонит зря я говорю больше двух минут нельзя разговаривать и не больше чем пять раз за сутки это максимально ну надо мне что почему на мозги влияет и на сердце влияет тут у меня телефон был здесь а звонят часто родители в лагерь пошел париться в баню сердцу плохо никогда не было я тогда телефон переложил другое место прекратилось я опытным путем буду я не теоретик ну вот на этом и все вчерашний день для меня было николай кручина меня возил туда оставил сам уехал в город потом опять за мной приехал но едем дорогой я как сказать николай это но я маленько стал говорить о такой шофер с нами ездил до португалии везде наш шофер а да мы ехали с виктором николаевичем савченко вот николай шофер двое кирилл мефодий двое хрисот спасает по два это миссия называется миссия мы я не вижу здесь миссионера вообще не вижу может быть это там есть ездит миссия не бывает так чтобы к тебе вмешать с тобой многие они какой роли не играет а твои друзья братья они могут ехать вот и можешь ехать много может но участники двое остальные только молятся вот у павла разногласия были с варнавой то они разошлись и как по одного паши нет павел взял с собою силу а варнава взял своего племянника вот так на этом все с богом